В прошлый раз мы с вами остановились на вопросе про желточный мешок. И, соответственно, я обещала, что в этот раз мы с вами его также разберем. Итак, желточный мешок у птиц выполняет функции трофическую, кровеносную, дыхательную, защитную или создает среду для развития эмбриона. Какую же она функцию все-таки выполняет? Итак, мы с вами вспоминаем, что желточный мешок – это зародышевый орган, внутри которого у нас находится запас желтка, используемый эмбрионом для питания. Итак, функция у нас здесь следующая. Есть трофическая, то есть, как вы понимаете, это питание эмбриона. Значит, энтодерма у нас выделяет специальные ферменты, которые этот желток, соответственно, разжижает и благодаря чему он не свертывается внутри яйца. У нас еще какую функцию, кроме питания, уже с вами разобрали, что желточный мешок у нас наполнен желтком, который у нас предназначен для питания зародыша. Также желточный мешок несет в себе кровеносную функцию, соответственно, в ней у нас образуются кровяные клетки и кровяные сосуды. И, наконец, дыхательное, да, потому что жидкий растворенный кислород у нас диффузно проникает к зародышу. Соответственно, три функции – это трофическая, кровеносная и дыхательная. Соответственно, мы с вами разобрали и ответили на этот вопрос. В течение небольшого периода времени сразу после приема пищи у человека в крови можно наблюдать повышенный уровень, ну и, соответственно, чего? Глюкозы, гликогена, глюкогона, инсулина или трепсина. Итак, давайте с вами разбирать, соответственно, что же у нас происходит после приема пищи. Человек вот поел. Что дальше? Что происходит с кровью? Ну, давайте начинать, да, с того, что… Так, значит, давайте разбирать, что такое у нас трепсин и попадает ли он у нас в кровь человека. Трепсин – это, соответственно, фермент, который выделяет поджелудочная железа, и он у нас нужен для расщепления белков и пептидов. Соответственно, в кровь данный фермент у нас никак не поступает, потому что он у нас участвует в пищеварении человека, да. Соответственно, инсулин – это у нас гормон, который у нас что делает? Понижает или повышает уровень сахара в крови, как вы считаете? Соответственно, инсулин у нас понижает уровень сахара в крови. Глюкогон, он у нас, собственно, и называется, да, таким образом, он повышает уровень сахара в крови за инсулин и за глюкогон, у нас также отвечает поджелудочная железа. Ну и, соответственно, как вы понимаете, когда у нас глюкогон выбрасывается, выбрасывается глюкогон в основном у нас при больших физических нагрузках, в то время как инсулин вырабатывается у нас в ответ на поступление в организм, в кровь большого количества глюкозы. Глюкоген – это у нас запасающее вещество, которое откладывается у человека в печени. Соответственно, вы абсолютно правы, правильные ответы у нас будут А и Г. То есть после того, как человек поел в процессе пищеварения, в кровь начинают всасываться питательные вещества, в том числе и глюкоза, будет повышение глюкозы в крови. В ответ на это действие у нас будет вырабатываться инсулин, и, как вы понимаете, уровень сахара в крови будет понижаться. Соответственно, очень часто у пищи существует так называемый гликемический индекс. Это насколько сильно у нас будет вырабатываться инсулин в ответ на ту или иную пищу. Из-за всей повседневной нашей еды, кроме сластей, кроме каких-то сладких вещей, самым большим гликемическим индексом у нас обладает картофель и картофельное пюре. То есть после него очень сильно у нас подскакивает количество глюкозы и количество инсулина в крови. Так, далее. Выберите рыб, обладающих плавательным пузырем. Что же такое у нас плавательный пузырь? Плавательный пузырь – это орган рыб, который представляет собой вырост кишечника, заполненный газом. Вредней части кишечника. Ну и, соответственно, несет он определенные функции. Если вы помните, значит, он помогает рыбам занимать в воде определенное положение или гидростатическую функцию, да, выполнять дыхательную, конечно же, да. Помните, очень важный орган. Если мы помним, то плавательным пузырем у нас обладают в основном, да, костные рыбы. То есть у хрящевых рыб такого органа нет. Соответственно, плавательным пузырем у нас обладают осетровые, карповые, да, всевозможные там лососевые. Окунеобразные, в том числе еще и иглобрюхи. Соответственно, зная все это, мы можем ответить, что плавательный пузырь у нас есть 100% у леща, да, потому что он относится у нас к карповым рыбам. Есть у нас у остра, что к сетровым он относится. И еще у кого? Может быть, еще у кого-то есть? Еще есть у рыбы, которая называется такифугу. Слышали? В простонародье называют ее фугу, но на самом деле это не вполне верно, потому что фугу у нас, в принципе, называется блюдо, которое у нас получают из рыбы такифугу. Ну, то есть здесь у нас, конечно, рыба называется фугу. Я думаю, это достаточно простительно, но тем не менее, да, чтобы вы знали. Соответственно, скат и химера у нас относятся к хрящевым рыбам, и, соответственно, плавательного пузыря у них нет. Это образность способна находиться под водой продолжительное время. Это обеспечивается за счет пониженного содержания миоглобина в мышцах, перераспределение кровотока во время погружения, высокой концентрации гемоглобина в крови или замедление пульса во время погружения, а может быть, за счет запасов воздуха в воздушных мешках. Ну, давайте вспоминать, кто такие у нас китообразные. Китообразные – это у нас отряд питающих, которые у нас приспособлены к жизни в воде. Ну, и, соответственно, на данный момент являются самыми крупными животными, которые у нас обитают на Земле. Самым крупным у нас считается кто? Синий кит, да. Он сейчас на данный момент считается самым крупным представителем млекопитающих. Итак, ну, давайте все-таки с вами разберем, каким образом у нас кит ныряет и что ему в этом помогает. Ну, начнем с того, что у китов очень большие, легкие, со сильно развитой гладкой мускулатурой. И во время вдоха, как только у нас кит делает вдох, он поглощает, во-первых, огромное количество кислорода, так еще и у него идет большое обновление воздуха в легких, примерно 90%. В то время как человек, когда он делает, да, выдох и вдох, у нас в легких примерно 15-20% воздуха обновляется. Да, у него достаточно большие альвеолы огромных размеров, ну, и, соответственно, которые хорошо у нас растягиваются, хорошо обеспечивают кислородом организм. Во время того, когда кит ныряет, он задерживает дыхание. Задерживает дыхание на разную продолжительность. Если мы говорим про китят, то китята могут, ну, то есть китята – это маленькие киты, детки китов, они могут задерживать дыхание на срок, ну, до 10 минут, 5-10 минут, то есть первоначально именно поэтому самки с детенышами очень часто как бы держатся ближе к поверхности, чтобы китенок мог свое время, своевременно вдохнуть воздух. Так, Филонов Н, я рада вас приветствовать. Пожалуйста, либо в чат напишите, либо измените, пожалуйста, ваш ник, напишите, пожалуйста, ваше имя и школу, от которой вы занимаетесь. Ну, а взрослые киты могут задерживать дыхание, собственно, до 40 минут. Сам рекорд поставлен, конечно же, кашелот. Кашелот более часа может задерживать дыхание. Это связано с тем, что он как бы охотится на глубинах, и на большой глубине охотится за пищей, в том числе за крупными кальмарами, да, гигантскими. Так. Что еще у нас происходит? Когда кит у нас ныряет, замедляет у нас... Во-первых, не у нас, у кита, простите. В первую очередь замедляется пульс. То есть у него очень сильно замедляется пульс, в связи с чем потребление кислорода организма уменьшается. Плюс еще киты умеют перераспределять кровоток. То есть кровоток в первую очередь направляется к сердцу и головному мозгу. При этом от мышц кровь у нас как бы отходит. То есть мышцы у нас переходят в такое состояние голодного пайка, да, когда им не хватает кислорода, но при этом ни в коем случае у нас кит не страдает. Ну, то есть у них просто менее чувствительны к кислородному голоданию ткани, чем у человека. Соответственно, зная все это, мы можем сказать, что, да, замедляется пульс. Ну, да, и у нас еще плюс высокая концентрация гемоглобина в крови, конечно же, и распределение кровотока во время погружения. Ну, и плюс еще у китов достаточно большое количество миоглобина, который у нас питает кислородом мышцы и сердце, соответственно, этих гигантов. Так, давайте дальше идем. Вот мой любимый вопрос из тех, что у нас здесь представлено. Пропускание тока высокого напряжения через сердечную мышцу используется для возобновления сердечных сокращений, возобновления работы клеток водителя ритма, синхронизация сокращения кардиомиоцитов, устранение аритмии и, простите, я вам не выделила в отдельный вопрос, да, устранение асистолии. Мы очень часто смотрим всевозможные сериалы, да, и в сериалах мы видим такую картину, что у человека останавливается деятельность сердечной мышцы, то есть останавливается пульс. Что у нас происходит, у нас бежит бравый, да, медбрат или врач с дефибриллятором и использует его для того, чтобы запустить сердце, да, там он придет разряд, еще разряд, да, мы его теряем, разряд. Ну, то есть все из вас, конечно, хоть раз, но видели какой-то фильм с такими действиями. Вот как говорят сами врачи, сердце можно сжечь дефибриллятором, то есть вот этим вот током можно навредить сердцу, что уже сердце больше у нас биться не будет. И, конечно же, если сердце у нас остановилось, дефибриллятором врачи не работают. Делают закрытый массаж сердца именно, да, вручную, так сказать, да, с помощью массажа грудной клетки. Ну, все из вас, наверное, это видели, или же сейчас очень в школах популярно оказание первой помощи, то есть, соответственно, вы примерно представляете, каким образом делается вот этот вот закрытый массаж сердца. Соответственно, возобновление сердечных сокращений или возобновление работы клеток водителя ритма нельзя добиться с помощью дефибриллятора. То есть, как вот, да, есть такое выражение, что прикурить сердце током нельзя. Ну, то есть это вот мы, да, вспоминаем, что если машина заглохла, аккумулятор сдох, очень часто током, так называемый, прикуривают аккумулятор. Вот сердцем это не пройдет. Если вдруг у нас начались какие-то проблемы с ритмом сердечным, то есть сердце бьется, но сердце, ну, да, ведет себя очень нехорошо, и ритм у нас неровный, непостоянный, вообще скачет как хочет. Вот тогда используют, соответственно, дефибриллятор. И, соответственно, правильные ответы у нас будут. Это синхронизация сокращений и устранение аритмии. То есть, когда вы будете видеть в сериале такое действие, да, когда у человека без сердечного ритма будут пытаться сердце запустить, знаете, сердце в такой ситуации просто сгорает. Больше его восстановить уже не будет возможности. Такие из перечисленных ниже гормонов вырабатываются нейросекреторными клетками. Тиролиберин, адренокортико-тропный гормон, паротропный гормон, гонадотропин-релизинг гормон, альдостерон. Ну, соответственно, название, да, нейросекреторные клетки. Это достаточно мелкие клетки. По-другому можно сказать, это нейроны достаточно маленького размера, которые расположены в ядрах гипоталамуса и передней дониле гипофиза. И, соответственно, они контролируют выработку тех или иных гормонов. Ну, соответственно, различные вот эти клетки нейросекреторные умлекопитающих вырабатывают различные вещества, да, различные пептиды. В первую очередь они вырабатывают кортиколиберин. Это как раз-таки кортиколиберин у нас служит регулятором выделения вот этого страшного, сложного гормона. Адренокортикотропный гормон. Они его, собственно, регулируют. Кортиколиберин. Тиролиберин, который также служит регулятором вырабатывания других видов, да, гормонов, вырабатывает пролактин, выработку окситоцин вырабатывает, соответственно, нейросекреторные вот эти клетки. Вы знаете, что такое окситоцин? Очень нужный и важный гормон. Этот гормон позволяет расслабляться и, как это сказать, расслабляет мышцы и очень важен при родовой деятельности у женщин. Поэтому окситоцина у роженец в крови очень много. Ну и вызывает, соответственно, размягчение шейки матки и как-то изгнание плода. Вот роды по-другому называются изгнанием плод, то есть роды вызывает. Ну и всевозможные другие, да, вещества. Говорить попроще, то есть у нас вот это нейросекреторные гормоны у нас вырабатывают вещества, которые, в свою очередь, будут уже контролировать гормоны. Количество выработки гормонов, ну и своевременность их выработки. Соответственно, правильными ответами в данном случае у нас будет А и Г. Так, далее у нас идет третья часть. Когда вы писали школьный этап, вы, соответственно, должны были писать и третью часть школьного этапа. Здесь у нас представлены вопросы, ну а мы должны из них найти верный, который у нас какие вопросы у нас верные, какие неверные. Итак, большинство водорослей, обладающих клеточной стенкой, способны синтезировать целлюлозу. В проводящих пучках щитовника мужского и хвоща полевого имеется камбий. Большинство орхидеи, пионов, хризантемы и лилии относятся к насекомо-опыляемым растениям. Большинство древесных растений регулярно сбрасывают старую ксилему. Все кольчатые черви гермофродиты на территории Российской Федерации проживают больше видов птиц, чем млекопитающие. Соответственно, мы сейчас с вами должны назвать номера, которые у нас верные, где можно сказать да, это так. Обладает клеточной стенкой, которая у нас состоит с целлюлозой. И, как вы понимаете, действительно, большинство водорослей способны синтезировать целлюлозу. Так, второй вопрос. Проводящие пучки счетовника мужского и хвоща полевого имеют камбий. на самом деле, если мы будем говорить про камбий, как появляется ли камбий в данных растениях, если вы помните, то эволюционно и хвощ и папоротник у нас стоят немного выше, эволюционно чуть выше на ступень по эволюции, чем у нас стоят мхи и такого разделения сильного на ткани у него нету. То есть, в принципе, у папоротников камбий отсутствует, но в проводящих пучках у некоторых видов папоротников появляется камбий. То есть, второй номер два у нас также верен. Большинство орхидей, пионов, хризантем, лилии относятся к насекомо-опыляемым растениям. Это действительно так. Большинство данных цветов у нас действительно опыляется насекомыми. И, как вы понимаете, каждое насекомое у нас опыляет, можно сказать, свой цветок. Так, то есть, к чему это я хочу сказать, какие-то цветы у нас опыляют пчелы, какие-то цветы у нас опыляют бабочки, есть даже цветы, которые опыляют жуки. Например, мы можем увидеть, часто встретить в цветах роз. Всевозможные насекомые этим занимаются. Так, большинство древесных растений регулярно спорасывают старую ксилему. Если вы помните, ксилема это у нас проводящая ткань. Соответственно, именно ксилему у нас никакое дерево сбросить не может. Ксилема у нас находится, если вы помните, внутри ствола, выполняет функцию проведения воды с растворенными минеральными веществами от корня соответственно по стеблю к листьям и сбросить ксилему, ну, как бы дерево не может. Это не листья, ее не сбрасывают. Так, все кольчатые черви гермафродиты. Черви у нас раздельно полые. Именно кольчатые черви, они у нас раздельно полые. То есть гермафродитами они не являются. И на территории России проживает более видов птиц, чем млекопитающих. На самом деле это правда, потому что на данный момент, конечно, у нас периодически идут подсчеты. На данный момент у нас зафиксировано примерно 1335 видов птиц в России. Только в России. То есть, понимаете, это намного больше видов птиц, чем животных. Соответственно, правильные ответы у нас будет 1, 2, 3 и 6. Далее предлагаю вам следующую пятерку вопросов. Живородящие и яйца живородящие, живорождение яйца и живорождение является отличительной особенностью некоторых представителей млекопитающих и не встречается среди других групп позвоночных. Большинство млекопитающих выделяет продукт распада гемоглобина через почки. Гиперавитаминоз витамина А у людей встречается чаще, чем гиперавитаминоз витамина В1. Коронавирусы, попадая в организм, поражают клетки эндотелия кровеносных сосудов больше, чем другие ткани организма. Определенные гормоны передней доли гипофиза могут влиять на сперматогенез. Живорождение и яйца живорождения являются отличительной особенностью некоторых представителей млекопитающих встречаются среди других групп позвоночных. Например, могу привести такой пример, как акулы. Акулы являются яйцоживородящими, но при этом они у нас не являются млекопитающими. Большинство млекопитающих выделяет продукты распада гемоглобина через почки. На самом деле, вспоминаем, что продукт распада гемоглобина это билирубин, а он у нас выделяется с желчью и с мочой, то есть не только почками. Так, гипервитаминоз А у людей встречается чаще, чем гипервитаминоз витамина Витамина В1. На самом деле, витамин группы А, он так, давайте начнем с того, что у нас витамины группы А и витамины группы В, они немного разные. Витамины группы А, они какие? Они у нас жирорастворимые, жирорастворимые, а витамины группы В растворяются где, собственно, они у нас растворяются в воде. Именно поэтому витамины группы В мы можем увидеть в виде таблеток питьевых или пищевых дрожжей, как по-другому называют, или иногда их называют в аптеке пивными дрожжами. То есть это такие вот сухие таблеточки. И соответственно накапливание в организме витамина В1 у нас не происходит. Витамин группы А откладывается в организме в жировой ткани. Соответственно выводить витамин намного труднее, чем витамины группы В. То есть на самом деле в принципе человек в течение дня витамины группы В потребляет в огромном количестве. И если бы они накапливались в организме, у нас бы были очень большие последствия. Соответственно да, третий вариант у нас правильный. Так, коронавирусы попадая в организм поражают клетки эндотелия кровеносных сосудов больше, чем другие пищеварения. Ну начнем с того, что в зависимости от того, какой штамм коронавируса попадает в организм, он поражает разные органы внутренние. Да, у нас, если вы помните, при первой волне у нас поражалось у людей легкие. Сейчас на самом деле поражается нервная система, поражается пищеварение и сердце вместе с легкими. Не верим. Так, далее. Определенные гормоны передней доли гипофиза могут влиять на сперматогенез. В прошлый раз, вчера с вами обсуждали эту тему, да, сперматогенез. Сперматогенез это у нас процесс созревания мужских гомет, а именно сперматозоидов, да. Соответственно, он идет у нас непрерывно. Вот гонодотропные гормоны, которые как раз таки у нас вырабатываются в передней доле гипофиза. вырабатываясь у мужчин эти гормоны влияют на сперматогенез, вырабатываясь у женщины он не влияет на созревание. Соответственно, правильные ответы у нас будут 3 и 5. И последний вариант. В основе механизма сознательной задержки дыхания лежит торможение дыхательного центра корой больших полушарий. Резинстентность бактерий к антибиотикам могут быть обусловлены выработкой специальных ферментов. Интенсивность зеленой окраски спиртовой вытяжки пигментов листа зависит от концентрации хлорофила. Итак, если мы будем проходить по данным вопросам, то все они у нас верны. у нас действительно задержка в основе задержки дыхания у нас лежит торможение дыхательного центра. Бактерии соответственно у нас могут вырабатывать специальные специфические ферменты и бороться с антибиотиками. Соответственно иногда у нас происходит такая достаточно часто сейчас встречается такая особенность как невосприимчивость бактерий к антибиотикам. Если очень часто человек пьет антибиотики разные без разбора у нас очень часто любят люди заниматься самолечением, то рано или поздно это приводит к тому, что бактерии, которые у нас попадают в организм, становятся невосприимчивы к антибиотикам и лечить таких больных становится очень сложным. Но интенсивность зеленой окраски действительно всевозможных выстежек будет зависеть от концентрации хлорофилла, потому что именно хлорофилл будет давать писту зеленый оттенок. Итак, а теперь самая сложная на мой взгляд четвертая часть, потому что здесь нам с вами везет, еще муниципальный этап у нас достаточно прост в плане того, что здесь у нас даются фотографии. В регионе чаще всего у нас будут ботанические зарисовки, и они иной раз бывают очень сложные для восприятия. Значит, отнесите изображения на фотографиях с экологическими группами растений по отношению к влажности. Ну, и соответственно нам надо выбрать где здесь у нас гиграфиты, мезофиты и ксерофиты. Несмотря на то, что задание выглядит легким, оно относится к заданию 11 класса. гиграфиты. И это уже умение анализировать увиденные картинки. гиграфиты. Вспоминаем, гиграфиты это растения, которые обитают в местах с высокой влажностью воздуха или почвы, а может быть и воздуха и почвы. Мезофиты это у нас растения, которые приспособлены жить в среде с достаточной влажностью, но не избыточной влажностью почвы. То есть средняя влажность. То есть это что-то между ксерофитами и гиграфитами. Но и ксерофиты, как вы понимаете, это растения засушливых мест обитания, которые умеют переносить засуху. На самом деле задание действительно достаточно простое, потому что здесь нам даны подсказки. Итак, гиграфиты чаще всего у нас растут рядом с открытой водой. Что значит открытая вода? Это значит какие-то реки, это значит какие-то озера. Ну и, соответственно, очень часто селятся на берегах водоемов, так как там у нас повышенная влажность. Также у нас могут быть рядом ручьи или могут быть просто такие достаточно влажные болотистые какие-то территории. Причем гиграфиты будут не в самом болоте жить, где у нас прям повышенная влажность в эту почву, а где-то вот на границе между, допустим, полем и болотом. Соответственно, мы можем здесь увидеть, что В и Г, соответственно, это здесь у нас такие вот папоротники изображены, и, соответственно, здесь у нас вот такой вот какой-то лютик, на первый взгляд изображен. Они изображены у нас на территории как бы близ водоема. То есть В и Г это у нас гиграфиты, любящие достаточно увлажненные территории. То есть почва близ водоема всегда у нас очень хорошо и сильно увлажнена. Далее давайте переходить к серафитам. К серафиты, соответственно, это у нас растения, которые любят засушливый климат. Сюда чаще всего относятся, и вообще во всех книжках обычно рисуют срез листа ковыля. Ковыль у нас достаточно любят сухие территории, и очень часто селятся, ну, например, можно в Пермском крае найти ковыль на горных склонах, где достаточно хорошее продувание идет воздухом, ветрами, и, соответственно, лишняя влага у нас просто оттуда выветривается, высушивается. Ну, и, соответственно, мы можем видеть даже по картинке, что вариант А и вариант Е у нас относятся к серафитам, поскольку это достаточно такие засухолюбивые представители. Ну, и, соответственно, у нас остаются варианты мезофитов, которые у нас любят просто хорошо увлажненные, но не переувлажненные территории. Конечно же, это злаковые, мы можем сказать, но и здесь по картинке мы можем тоже определить. Правильные ответы у нас гиграфиты ВГ, мезофиты ВД и ксерафиты АЕ. Опять-таки, данное задание у нас построено не на знание растений. Нам не обязательно знать, что это за род, что это за вид, к какому семейству у нас относятся. Нам важно работать с соотнесите организмы и структуры, которые у них встречаются. давайте то, что мы точно знаем, мальпигиевые сосуды, это собственно органы в теле насекомых и паукообразных в теле членистоногих, выполняющие функцию выделения. Выделительная функция бисус. Слышали такое название? Бисусовая железа. Соответственно, это тоже железа, это орган, который встречается у двустворчатых моллюсков и вырабатывает такое вещество, как бисус. Это форма таких нитей, которые имеют достаточно высокую прочность и предназначены для прикрепления к субстрату. очень часто, когда вы покупаете мидий, в них вы можете встретить эти самые нити, этот бисус. То есть, в детстве я думала, что это водоросли, которые застряли во рту у мидий, и, соответственно, их надо удалять. На самом деле, это бисус, удалять его обязательно нужно, потому что в пищу он не пригоден. Далее, какие еще у нас чернильный мешок. Как вы понимаете, это тоже железа, которая у нас является таким защитным органом, в нем скапливается секрет, чернила, который выбрасывается в случае опасности, когда у нас головоногий моллюск собирается убегать, спасаться от опасности. Ну и ртовая присоска это орган прикрепления, и он существует у нас у паразитических червей. Так, а еще у нас мадрипоровая пластинка, но она выполняет функцию фильтрации воды. Мы можем точно сказать, где у нас чернильный мешок, где бисусная железа, где мальпидиевые сосуды и ртовая присоска. соответственно мадрипоровая пластинка, мы ее можем выделить просто потому, что у нас останется цифра и буква. Ну, соответственно, мальпидиевые сосуды, да, у нас здесь будут у пчелы, ртовая присоска у нас будет у печеночного сосальщика, соответственно, у нашей двустворчатого моллюска будет бисусная железа, а у нашего головоногого моллюска будет, соответственно, чернильный мешок. Ну, и, соответственно, мадрипоровую пластинку мы просто ставим нашему иглокожему товарищу. Так, последний вопрос. он у нас из анатомии, и, в принципе, его должны знать все, 9-й, 10-й, 11-й класс. Расставьте слои стенки кишечника человека, начиная с самого внутреннего слоя к наружному, да, от 1 до 8. Это мышечная пластинка слизистой, продольные мышцы, кольцевые мышцы, межмышечное сплетение, подслизистое сплетение, подслизистая оболочка, слизистая оболочка и соединительно-тканная оболочка. Итак, внутренний слой, конечно же, у нас будет выстилаться слизистой оболочкой. мышечная мышечная пластинка слизистой, которая у нас будет идти сразу под слизистой оболочкой, да. Далее у нас будет идти подслизистая оболочка, далее у нас будет идти подслизистое сплетение, а далее у нас будет ряд мышц, да. Дальше у нас будут кольцевые мышцы, межмышечное сплетение, продольные мышцы, ну и все будет завершаться соединительно-тканной оболочкой. Соответственно, вот таким образом у нас будет выглядеть наш ответ 1G, 2A, 3E, 4D, 5V, 6G, 7B, 8Z. То есть на самом деле четвертая часть, она у нас не сложная, она у нас вся состоит из, как сказать, она вся на внимание, то есть мы должны быть максимально внимательны при ответах на вопросы. Ну и соответственно, самая хитрая часть это третья. Ну а первая, вторая часть, я думаю, это в виде теста для нас в принципе не составит сложностей. хитрая